А вот Китай продолжает осваиваться в космосе всё шире и шире. Как они захватили мировой рынок всего чего угодно, теперь также Поднебесная захватывает над небеси. Новая мощнейшая ракета-носитель Чанчжэн-5 успешно стартовала. Переводится название как «Великий поход-5». Вот видите, поход великий в космос. Способна она вывести на орбиту груз от 14 до 25 тонн. Вот эти носители пригодятся китайцам, говорят они, в освоении лунной и марсианской программе. На лунную, кстати, программу они уже в следующем году делают ставки. 25 тонн вывести на орбиту. Много это или мало? Достижение ли это? Вот китайцы говорят, что теперь они ноздря в ноздрю идут с американцами. Все СМИ Китая сегодня сравнивают их достижения с американской «Делта Хэви». Считается, она самой сильной. Корпорация «Боинг» ее разработала. И действительно, она способна из ныне действующих ракетоносителей вывести на орбиту больше всего полезного груза. Но стоимость при этом 400 миллионов долларов за один пуск. И мы решили выяснить, правда ли китайцы даже нас опережают, где же место России в этой гонке космической. Оказалось, что такой же груз, 25 тонн, который необходим для освоения космоса в рамках программы марсианской или луны. Вот такой же груз, например, может вывести Falcon FT-9. Илон Маск конкурирует с «Боингом» и разработал свою ракетоноситель. Ничем она не уступает ни китайцам, ни «Боингу». А вот наши ракеты «Ангара», она еще пока не летает, но когда полетит, точно 25 тонн вывезет. Ну или ныне действующий протон, ну конечно не 25 тонн, но 22 точно ему под силу. А вот топливо. Самый интересный момент. Китайцы полетели на топливе, которое считается прорывом кислородно-водородное. У нас, например, такое не используют. Вот только «Буран» разве что полетел на нем в космос, сделал он это пару раз до того, как его прототип поселился на ВДНХ. Чем это топливо выгоднее? Оно может на орбиту выводить больше груз при малом весе ракеты. А это значит, можно экономить на ракетостроении. И вот в этом, конечно, сегодняшний запуск китайской ракеты должен был наших представителей Роскосмоса расстроить. Тут они нас немного все-таки, но обошли.